Это с Газели. Машина на газу заводском стоит. Газовое оборудование. Вот так провалились клапана. Уже регулировки не получается. Никакой нет. Начали пытаться регулировать, не регулируется. Вот так разбитая направляющая. Это характерный износ для машин, которые ездят на газу. Впускные клапана все нормальные. Только выпускные. Но буду менять. Клапана буду, наверное, все менять. У них вот тарелка, получается, клапана сильно изношенная. Вот так даже если посмотреть, она видна такая волнообразная. Стенка тонкая. Можно было бы проточить, попытаться, но ничего не получится. Сильно изношен клапан. Выпускные все под замену. Ух, так у них там разбитый этот. Разбитый вот здесь наклеп. Поэтому плохо выходит. Да, клапана сгоревшие. Под замену. Да, и здесь тоже самое. Такая же волна. Но все новые клапана придется. Есть два машина. Заводилась, что характерно. Вот так вот. И еще вот здесь вот заметил такая полоса черная. Скорее всего, здесь даже не то, что здесь головка. Скорее всего, с блоком какая-то проблема. Вот я с ним уже поговорил. Говорю, посмотри обязательно блок. Что с блоком у тебя? Потому что вот здесь вот эта полоса, скорее всего, где-то еще между гильзами там мятина. Говорит, если что, замерю. Придется двигатель снимать, разбирать, привозить, тоже фрезеровку делать. Так, клапан сам 39. Диаметр у вас 39. Мне нужно его сточить до 35. Диаметр у вас 35. Диаметр у вас 35. Все, достаточно этого. Отводим. Один клапан готов. И теперь так же аналогично все стальные. Клапана проточил. И немного глубже они, получается, туда садятся, чтобы у меня как раз сваркой была возможность. Вот здесь по дворю. Нагреется. Головка сама алюминий примет тепло от седла. Расширится немного и легко выйдет. Чугун, когда сваривается, кипит. Такой шелест прям неприятный стоит. Ну, в общем, она пока вот горячая. Сейчас сама головка нагрелась. Начинаем его выбивать их. Главное, сильно не бить потихонечку. Вот такими легкими-легкими постукиваниями. Она с места стройнется и пойдет. Все. Готово. Готово. Это вообще легко пошел. Вот такие вот они получаются. Вот такие седла. Сейчас предварительно замерю, какие у меня были. Потому что они двух видов седла есть. Этот на 42. Это у меня на 39. Нет у меня таких седел. Завтра поеду искать. Завтра искать поеду. Не было у меня таких еще. Так что, думал, сегодня сделать не получится у меня сегодня. Нужны будут колпачки, направляющие, клапана и седла взять новые. Еще одно для верности уже замеряем. 42. Поищу. Много по магазинам. Получается, у них на 42.16 клапана впускные. Впускные вот эти седла. То есть, они одинаковые с 402 мотором. А выпускные седла разные. Вот это вот от 402 мотора. Сейчас посмотрим, сколько. 39 миллиметров. А здесь 42 должно быть. Да, здесь 42. На 3 миллиметра получается оно больше седло. Так как оправка у меня есть. На выпускные она у меня вот есть. На впускные, на 402 вот есть. Она этот не была. Но пришлось вот выточить ее. Сейчас я ее выточил. Сейчас буду ее забивать. Вот здесь вот места есть в керновке. Вот такие вот. Они как вот закернили. Вот в четырех местах, в четырех точках. Они кернуются еще седла с завода. В этих местах немного надфилен. Все, оно тогда легко будет заходить. Можно заход немного сделать еще такое. Направляющие еще не менял. С трудом сегодня нашел, кстати, вот эти седла. Они какие-то дефицитные оказались. У них было в магазине их 8 штук. Вот я 4 сюда поставлю, 4 оставлю себе в запас. Ну раз они, моторы пошли с такой бедой, значит будут. 4 старые-то менял, а вот это вот 42-16, которые я первый раз вот это EvoTech, которые идут в головке. 42,3. Сеточки. Внутри сутки на посадку, значит, есть. А здесь она вот именно седла. Так вот здесь. Так, а здесь 41,9. 41,9. Ух ты, они еще все разные. Это качество, да? А здесь ровно 42. Да. Блин, ну придется всех 8 тогда выбирать. Хорошо, что 8 у меня их. Да. Сейчас будем сейчас натяг смотреть какой, чтобы мне тут сильно больше, это тоже не надо. А еще блок не при установке. Да. Сейчас еще буду подписывать, какое из них какое, да? Так, седла подобрал. Например, где-то натяг в 3-4 соточки. Ну решил померить. Думаю, оправку уже сделал. Я точил по одному седлу. Бах! А оно не лезет. Ёлки-пах! Как так не лезет? Ровит это седло. Здесь все хорошо. Вот оно плотненькое такое, с легким натягом таким. Ну ладно, думаю, еще одну проверю. Оно и здесь не идет. И здесь не идет. Ну ладно, мне попалось седло. Одно, по которому я делал как образец. Оно получается немного другое. Вот, они еще и внутри все разные. Блин. Ну газ поражает своим качеством. Все разное, да? Все индивидуально нужно. Ну вот, вот, раскидал их. Сейчас буду индивидуально вот именно вот так подобрал. Пусть лежат. Хорошо был выбор из чего. Их нужно полностью комплект, наверное, большой иметь. И для этого, чтобы подбирать. Вот так просто взял, заколотил. Без замера не получится. Это не Жигули. На Жигулях немного все-таки поточнее. Там редко-редко, когда встретится не того размера седло. Все, оправку-то поправил. Сейчас сгрею головку. И приступим установки. Так, пробуем вставить. Оправка новая. Посмотрим, как. Маленько поджало, деда. Ага. Плотняется. Так, ну. Это у нас свободная будет. Плотается. Ох, нет. Надо оправку еще подтачивать. Не пойдет. Не пойдет, не пойдет. Блин, я их что-то путать не хочу. Ладно, пойду по этой оправке еще погоню. Немного оправку поправил. Плохо, когда второе зажатие не совсем в центр попадает. Сама болванка такая кривая. Ну, немного, чуть-чуть посвободнее сделал. Думаю, нормально будет. Ну вот, не ожидал, что они по внутреннему диаметру будут разные. Так, еще. Уже погрел. Вот маленькая такая лыска есть, чтобы ее можно будет поставить сюда. Обратный удар, когда почувствуется, что она уже села, хватит. Ну, сейчас керн возьму. Так. И точно так же в четырех местах немножко ее осадим. Рядом с теми же местами, где заводские были. Не в них, потому что я там немного сточил. А чуть-чуть рядом, но так же. Разнесем по окружности. Да, сильно не... Главное не перестараться. Слегка алюминий осадить, еще больше ничего не нужно. Ну, вот здесь набил 402 шрифтом. Здесь 42,16. Будет понятно. Нужно будет направляющую. Я ее отсюда выкрутил. Эту я раньше точил, делал. Эту, чтобы по-новому не точить, время сэкономить. Просто взял, перекрутил ее направляющую. Направляющая здесь получается на 8,5. Вот такая немного, чтобы посвободнее была. Ну и опять же, не уходила сильно в сторону. Не давала ей смещаться. Все, можно теперь отставлять куда-то в сторонку. Их будет комплект. Это у меня будет вазовские. Вот это у меня вазовские выпускные. Это я еще раньше делал. Это уже давнешние у меня. Да, еще сейчас покажу. Седла. Так, седла можно изготавливать из распредвалов. Вот это тойотовский распредвал. Чугуняка, серый чугун. Это вот болванка, заготовка под нее. Это вот оправочка будет. Отрезалась она вот так ровно пополам. Шейка. Здесь вот эти сами эксцентрики были. Эксцентрики обрезались. Вытащилась. Теперь эта заготовка, она под любой размер. Можно ее здесь уменьшить. Можно здесь раздвинуть, как бы, немного внутренний размер. Это просто заготовки пробные. Ну, будем, как говорится, дальше работать. Дальше буду делать еще такие заготовочки. Рюмочки такие оставлять, чтобы потом время не тратить. Чтобы они уже тут немножко подровнять, и оно уже по размеру будет. Из этого можно будет больше сделать седло какое-нибудь. Это седло, оно даже как газовое. Надо же. Вот. По толщине даже одинаковое будет. Один-в-одинка газовое можно сделать. Слегка она даже больше. Вот оно, ремонтное седло. Отправляющие вылетели. Да, сильно разбитые. Потяга никакого нет. Алюминия, то есть, чистые. Управляющая здесь, да? Она стояла. Насколько криво все сделано. Вот здесь, если светлая часть, вот ее видно, да? Вот здесь уже темная. То есть, она посадки. Ага. А здесь оно практически, вот оно, черное пятно. То есть, оно там эллипсное такое сделано, да? Здесь вот оно одинакового цвета все. Ну, придется мерить. Теперь смотреть уже, какой натяг. Потому что здесь стопорного кольца нет. Стопорное кольцо ставится только на впускных, на выпускных стопорного кольца нет. Здесь нормально. Да. А сейчас буду, значит, мерить размер. Ставить ремонтное. Ох, все кривое какое. Ну, вроде современный двигатель, да? Они уже сделали, как мы там, EvoTech называется. Ну, вроде, казалось бы. Но оборудование это уже сменили. Нет, все равно у них все разное идет. Все разных размеров. Еще и, скорее всего, и кривое еще. Ну, как так-то? Здесь вот, а наш поясок-то, вот он более-менее ровный. А здесь, здесь аж нагар вот образовался. То есть, он внутри там нагар был. Так вот так заглянуть. Вот эта часть. Вот она так. Видно. Вот здесь вот она как прилегала. То есть, она вот так по лицу сделана. Мне вот даже видно. Сейчас метромером померяю. Посмотрим. Разницу. Что с ним дальше делать. Ну, возможно, самодельное придется какую-то заготовку искать. Самодельное точить. Либо ремонтное подойдет. Посмотрю сейчас у себя там в запасах. Потому что направляющие, они от 402-го мотора. Купил вот такие самовские втулки. Так, еще один юмор здесь. Ставить начал направляющую. Думаю, дай-ка замерю на этой головке, как именно она стоит. Вот я поставил аналогично вот этой вот. 18 мм. А это, опа. Нифига не оно. Смотрим, сколько здесь выступания. Здесь почти 20. Вот сейчас 18. А здесь вот такая щель под ней. То есть, четко понятно, да? Сто стороны смотрим. Здесь также немножко оно выступание. А здесь нет. Вот все 18. В общем, плюс-минус километр называется. Как же она работать-то будет хорошо, если она вся разная. Так, с этой головкой еще одна у меня тут проблема возникла. Снял вот такую направляющую. Вот она была впускная, разбитая. Потому что две впускных нормальные были. Ну и решил вот эти две еще заменить. Немного померил, что-то клапан побалтывается. Снимаю. А она самодельная здесь стоит, направляющая. На каком этапе она уже была сделана? Ну, как он говорит, головку не ремонтировали. И вот где они ее так подставить-то могли? Такую направляющую. Что с ней случилось-то? Что-нибудь сейчас придумаем все-таки. Поставим стопор. Стопор, как обычно, ставим со стороны колпачка. Ни в коем случае его не проводим отсюда. Потому что здесь остаются две борозды, к которым точно будет стекать масло. Вот так вот бывает, да? Вот сейчас попробуем, как он так. Сейчас промазать. Я скажу, очень даже и неплохо зашло. Так, как обычно зашел. Но только выход такой оставить так. А это в коллекцию всяких там причуд. Интересно, когда это успели. Потом поговорю. Все-таки с человеком интересно будет. С этой мирой идет вот такой копир. То есть можно сделать вот так вот. И размер перенести уже на резец. На край резца такой, да, будет? Теперь ослабляем ее. И вот этот размер можно перенести на пилот. И он покажет, в каком месте находится вот именно место фрезерования. То есть ее точно так же вот так устанавливаем. Затягиваем. Почему мне это неудобно делать? Потому что седла, может быть, на каких-то там сильно импортных машинах, они, получается, что седла одинаковые. А здесь все седла разные. Как я начинаю фрезеровать, а у меня почему-то они не подходят. Приходится здесь на месте это делать. И я прям по краю, по краю седла. И тогда у меня это получается хорошо. И каждый вот могу. Начинаю, обязательно посмотрю. Если что-то не идет, я либо его вовнутрь немножко сдвигаю, либо наружу немного сдвигаю. И так более точнее получается. Седла все разные. Устанавливаем к центру ближе, чтобы вот здесь по центру была резинка. А мы примагничиваем. Несколько раз так поворачиваем вокруг. Затягиваем. И потихонечку. По-моему, по-моему, по-моему. Да, так вот намного эффективнее получилось. То, что я по месту попробовал. Сейчас результат посмотрим. Посмотрим. Потихонечку. Вот. По-моему, его устанавливаем. Немного можно будет ближе даже, да, показать. Вот такое вот седло получилось. Ну, а вот блеск его отчетливо видно. Все три фаски. Фаска высоко поднята. 45 градусов. Вот и профрезерованы. Все сверла и впускные, и выпускные. Такое вот получается. Сейчас все равно немножко притру. А посмотрю, чтобы у меня лишь бы только каемочка была. Да буквально два раза пастой. Легко-легко. Вот так вот сделаю. Вот такие вот направляющие. Под своим весом. Ой, не туда запихал, да? Ну да. Глубоко вошла. Ладно. Достанем. Под своим весом это все входит. Так вот.